Около двух тысяч жителей Саратовской области имеют право на санаторно-курортное лечение. Об этом рассказали чиновники и представители санаториев на пресс-конференции, которая прошла на площадке издания «Московский комсомолец» в Саратове. В этом году произошло сокращение финансирования из федерального бюджета этой меры господдержки. Потому санаторно-курортное лечение сегодня предоставляют ограниченному числу жителей. Две большие группы – это граждане, которые имеют инвалидность и относятся к льготным категориям гражданами, имеющим право на санаторно-курортное лечение. И две большие группы несовершеннолетних – дети, которые имеют хронические соматические заболевания, так называемые дети из диспансерной группы и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тем же, кто не попадает ни в одну категорию, но при этом нуждается в санаторно-курортном лечении, специалисты советуют найти деньги на путевку. Сегодня в саратовских санаториях могут предложить полную реабилитацию, даже после самых тяжелых инсультов и инфарктов, а также при многих других проблемах со здоровьем. Имеются все необходимые физиотерапевтические аппараты, имеются два зала лечебной физкультуры, имеется бассейн, в котором тоже, возможно, и проводятся занятия лечебной физкультурой. У нас разработаны специальные комплексы для разных пациентов с разной подготовкой. Сегодня в Саратовской области действует 10 санаториев. Специалисты отмечают, что они пользуются популярностью не только у местных жителей. В региональные санатории довольно часто приезжают за лечением из других областей.